От трех станков до крупнейшего переработчика тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Металлопрофильный завод осуществляет свою деятельность в регионе с 2011 года. У руля ульяновская семья предпринимателей. Идея создания завода, со слов учредителя Олега Еремеева, родилась 9 лет назад. Заниматься продуктом и питанием, как тогда стало модным, он не хотел, всегда тянуло к железу. Я пришла идея прокатывать в ульяновский профнастил. И начиная с того периода, стали искать оборудование, нашли где, закупили одно, два, три станка. На сегодняшний день у нас около порядка 30 оборудований стоит установлено и прокатывается. Сегодня металлопрофильный завод или сокращенный МПЗ – это 150 специалистов и 5000 тонн готовой продукции в год. Предприятие уверенно закрепилось не только на региональном рынке. Свою продукцию – металлопрофильные листы, теплицы, ангары – экспортируют в Татарстан, Чувашию, Дмуртию и в страны ближнего зарубежья. Первые четыре года предприятие получало субсидии от корпорации развития предпринимательства Ульяновской области. Поддержку от областного правительства завод будет получать и дальше. Сегодня в правительстве идет дискуссия о формировании нового инструмента в виде налогового вычета, предоставляемого налоговым кодексом. Как раз для таких предприятий, которые не начинают новый бизнес, не начинают с нуля стройку, то вот для таких действующих крепких предприятий тоже нам необходимо сегодня сформировать пакет подобных предложений, который мотивировал их к постоянной модернизации и инвестиции в собственное развитие. Накануне по производственным площадям завода прошелся глава региона. Сергей Морозов интересовал не только процесс производства продукции, но и условия труда. Со слов губернатора, лично для него это ключевой критерий настоящего лидера бизнеса. Когда люди создают максимально комфортные условия для работы своим подчиненным, своему трудовому коллективу, это, наверное, самое дорогое, что можно увидеть на предприятиях. Модернизация, 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 которая одновременно приводит к завоевыванию новых территорий, к завоевыванию новых стран. Вот я поэтому еще раз повторяю то, что я сказал, национальный чемпион. В ближайшее время предприятия нацельно увеличить объемы производства, как следствие создать порядка 100 новых рабочих мест. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новостью Леновской правды.